Один, два, три полетели! Приветствую вас, моя многомиллионная армия хендпейнт-художников! Начинается тринадцатый выпуск, где я моделирую и текстурирую один предмет из целой сотни пропсов, представленных в этой подборке. Но для начала... Для начала загляните-ка ко мне на R-stession и отслеживайте все новинки. На том же скетчфабе вы сможете эти новинки поворощать, как вот эту сцену. А для тех, кто хочет учиться, здесь в ВКонтакте, либо здесь на Ютабе, есть у меня теоретический блог, где я рассказывал, что такое хендпейнт, подготовка 3D-код к работе, общие рекомендации по текстурёшке в хендпейнте, два видоса, где мы из плоских текстур создаём геометрию и два видоса по освещению. Итак, начнём с мазафака. Тринадцатый предмет. Это у нас вот такая восковая свеча. Сразу идём в верифраме и смотрим, что вообще, по чём, как там, из чего она состоит. Это у нас цилиндр вот такой, у которого имеется фасочка, углубление, из которого растёт другой цилиндр, а на конце другого цилиндра такая полусфера с вытянутым кончиком, похожая на каплю. У основания цилиндра имеются вот такие вот кубы, которые подразделились на что-то там. Примерно такая геометрия и всё. Внизу дырка, непорядок. По освещению, что у нас тут? Огонёк, понятно, самый яркий. Сам цилиндр равноосвещённый, где вверх у нас самый освещённый, вот эта фаска. Низ самый затемнённый. Капли одинаково освещенные. И, в принципе, это вся информация об анализе модели. Я, сколько бы ни смотрел фотографии свечек, мне они все не нравятся, которые с потёками такие страшные, что-то мне прям не хочется их делать. Поэтому я, скорее всего, буду делать нулёвую свечку, как будто её только нашли или только купили. Почему нет? Такие свечки тоже есть. Поэтому в фотошопе будет всё с этим просто. Я сделаю цилиндрик, там нарисую, и сразу приступим к моделированию. Но всё равно нужно заглянуть в фотошоп. И набросать небольшой скетчик. Всё, отправляемся туда. В фотошопте результат выглядит вот так. Это у нас силуэт с линией оригинальной модели, сама модель, всего один референс, на который я опирался, и мой вариант. В линии он выглядит вот так, ничем не лучше, чем без неё. В принципе, туда же обсуждать нечего. Просто вот такая свечка с горочкой, как на фотке. И всё, сразу смело отправляемся в блендер 3D Max и начинаем работать там. В блендере геометрия получилась вот такая. Это просто цилиндр, где есть фасочка здесь, такая фасочка, и увеличение горочки сюда. При этом я здесь сократил с 12 вершин до 6 вершин, вот здесь. Вот таким путём просто соединил, одну слил в одну штучку и стало нормально. Это один из способов, чтобы оптимизировать геометрию. Чтобы те же 12 вершин вот здесь не образовывались. Типа зачем можно сделать реально в 2 раза меньше? А если выйти из режима редактирования, то будет вообще ничего не видно. Также можно было ещё даже вот эти сделать, к примеру. Но я уже не стал их делать. Хотя их тоже можно, и тоже ничего не будет видно. Также здесь есть вот этот фитиль-хвостик. Это просто кубоид. Вытянутый кубик и всё. По развертке что у нас здесь? Это половина, однозначно, цилиндра используется здесь. Сделай его вот. Вот это. Вот это отдельно. Вниз у нас вот это. Вверх у нас вот это. Да, конечно, тут сделал ошибку. Можно было бы вот эту развертку вытянуть полностью. Вот это уменьшить и тем самым заполнить пространство текстурное. Ну да ладно, я думаю, типа пофиг, короче. Что-то не захотел здесь делать, этим заниматься. Конечно, нужно оптимизировать UV-сетку. Но я хотел эту модель по-быстрому закончить, поэтому бросил так, как есть. Вот и всё. Когда с геометрией разобрались, можно отправляться смотреть текстурный финал. Финал получился вот таким. Ну, выглядит нормально. Насколько может выглядеть белый предмет собственной тени. Что-то такое. Белый такой желтоватый предмет. Ну, чисто свечка. Нормально. В стиль не попадает. Не уверен. Можешь попадать. Напишите в комментариях. Вместе с этим он выглядит нормально, в принципе. Пойдёт по освещению. Как обычно, я на них ориентируюсь и нормально получается. В ЧБ он выглядит вот так. Тоже нормально. Всё видно здесь свет. Здесь свет, темень. Тут темень. Нормально. Как вот этот по освещению. Как этот. Хорошо. Вместе со своей большой семьей тоже нормально выглядит так. Как все. Такой же, как все. Ну, типа окна. Как должна выглядеть целая свечка? Ну, вот так и должна выглядеть. Нормально. Всё в едином стиле хорошо. Продолжаем наращивать мощность. А теперь можно посмотреть сравнение оригинальной модели и моего варианта. Они выглядят вот так. У меня такой менее цветной. Более холодный какой-то. Ненасыщенный. Тут прям такой жёлтый, закопчённый. Как будто он побывал в солнечных странах. Ну, у меня целый. У него потёкший, в принципе. Нормально. Ничего такого сказать не могу. Можем переходить и осматривать текстуру. А по текстуре тут вообще всё сахарно и гладко и просто. Всего вот несколько слоёв буквально. Где вначале был вот такой цвет. Каждый со своим. Потом появился Ambient Occlusion. Вот такой. Я его подкрасил, как видно. Далее был тёмный. Затемнение. Оно выглядит вот так. Просто здесь начал мазюкать. Ну-ка. В слоях в этих. В миниатюрах смотрим. Просто начал мазюкать. Получилось вот так. Здесь темно, здесь светлее. Вот здесь ещё такой конус тоже. Вот так. Просто мазюкал. И внизу темень. Далее подключился свет, освещение. Я выровнял его. Вот насколько видна разница. Следующий слой это Fix. Где мы фиксим всё. И получилось даже вот так. Здесь что мы видим, что добавилось. Ямочка вот здесь сверху. И освещение фитиля. Вот оно. Потом вот здесь такой переход. Я там мазюкал дальше. Выравнивал уже. С помощью фотошопа смотрел. В чёрно-белом режиме, как оно выглядит. И сделал вот так. Здесь уже появилась вот такая фаска нарисованная. Подчёркивающая. Здесь такой блик. Размытый. Так как это воск. Воск. Он же как пластик выглядит по материалу. По освещению. И в теневой стороне есть рефлекс. Внизу вот здесь чуть-чуть тоже разбиение. Сделал темно. Переход на свет. Всё. И в самом конце. Был небольшой градиентик. Да, он еле виден. Но он есть. Не знаю, надо ли его усилить было или нет. Но я примерно так сделал. И на удалении. Если вот даже так отдалиться. То будет видно его присутствие. Значит нормально всё. На этом можно сказать, что всё. Модель закончена. Самое простое. Наверное. Одно из самых простейших. Что может сделать новичок. Поэтому смело создавайте эту модель. И продолжайте создавать другие несложные модели. Если вы ничего не умеете. А если вы умеете достаточно. То делайте более сложные. Всё. Переходим к следующему предмету.